РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ И ГАЗПРОМБАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВА ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ МАМА ЗНАЕТ ВСЁ НА АВТОРАДИО Всем здравствуйте! Добрый день, дорогие друзья! В эфире Авторадио программа «Мама знает всё» Проект Российского Футбольного Союза при поддержке Газпромбанка В студии Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева Вы знаете, в рамках нашей программы мы общаемся реально с интересными, чаще всего очень скромными, очень искренними людьми А это редкость для современного эфира У нас в студии мамы знаменитых футболистов Все вышедшие выпуски программы вы тоже можете послушать на сайте Авторадио, а также на всех подкаст-платформах Ну а в общем, если еще по сути программы, мы по большей части, конечно, знаем титульные истории становления настоящих спортсменов А мама знает всё И сейчас у нас есть очередная возможность в этом убедиться Итак, в нашей студии сегодня мама чемпиона России 2004 года в составе московского локомотива И бронзового призера чемпионата Европы 2008 года Динияра Беллидинова Аделия Абдуллахатовна Беллидинова Здравствуйте Здравствуйте, дорогие друзья Добрый день, Аделия Абдуллахатовна Давайте дополним список достижений вашего сына Лучший молодой футболист национального чемпионата 2004 Лучший игрок локомотива 2006 Динияр неоднократно включался в список 33 лучших футболистов нашей страны Но и как итог он заслуженный мастер спорта России Почему как итог? Динияр закончил футбольную карьеру? Мне кажется, с этим закончить никогда нельзя Если человек любит футбол, это навсегда Если так уж фантазировать, вот если бы ваш сын сейчас действительно продолжал в активном режиме Вы его видите в какой команде? Напомню всем, Динияр родом из локомотива Он именно там начал свою профессиональную карьеру Потом был, внимание, английский Эвертон Потом московский Спартак Потом по порядку, что еще было? Ну, после московского Спартака А, Торпеда? Торпеда, это он был в Варенде Анжи и так далее Ну, как бы, Рубин, Тракай Рубин, это уже была последняя команда Как раз там был главным тренером Настя Ярович Медвединов, его отец А вот выбирая для сына команду Даже чисто теоретически, даже в фантазиях Вы ссылались на тренера, на то какая-то личность? Обязательно Ну, это как бы в понимании мамы, но не профессионала Но Динияр тоже в одном из своих интервью, по-моему, сказал, что самое главное Это вот человеческие отношения между футболистом и тренером Вы тоже так думаете? Конечно, конечно Это климат внутри команды И игрок в этом нуждается Это семья Если в семье раздор, какие-то интриги, это не приносит победы Для того, чтобы в самом начале программы поднять вам настроение Мы назначили в эфире свидание любимому тренеру вашего сына Легендарному наставнику «Локомотива» Юрию Павловичу Семину Очень рада пообщаться с Юрием Павловичем Ну, Агадель, я приветствую вас Здравствуйте, Юрий Павлович Как футболисты там ваши поживают Спасибо, Юрий Младший Они рядом со мной всегда И сегодня Деньяр тоже рядом сидит Поддержка Молодец Юрий Павлович, вот смотрите Мы с вами уже не первый раз действительно встречаемся в наших эфирах Все потому, что именно вы дали путевку в большой футбол многим известным футболистам Вы как сами относитесь к этому факту? Я думаю, что самая главная заслуга в любом случае это родители, которые отправили в футбольную школу своих детей Вот, Адель своего Заслуга наша, мы немножко, немножко отшлифовали, может быть, немножко правильно направили, а основной это заслуга мама Юрию Павловичу Она, кстати, кстати, она хорошо футбол понимает Когда она ходила на футбол, Деньяра играла, она разбор проводила Наш эфир сегодня посвящен Деньяре Вот скажите, какое место в вашей тренерской карьере занимает работа с этим атакующим полузащитником? Занимала Он один из первых из локомотивской школы, кто заиграл в большой футбол Он один из первых И, кстати, его подготовил к этому отец Ну, то есть вы сразу его разглядели, как он к вам пришел, вы, в общем-то, поняли Ну, во-первых, Беллидинов тут уже многое решало там, да, этот момент, потому что... Не-не, как раз то, что отец у него тренер и футболист ничего не решало Нет, не потому что была, а потому что уже подготовка была Подготовка была, и талант был, он невооруженным взглядом был виден И они первый раз поехали на сбор, как сейчас помню, это Испания была И они с Маратом Измайловым явно претендовали на то, чтобы играть в основном составе, причем в стартовом Каждый год он становился лучше и лучше и мощнее, и дошел до английской премьер-лиги А на что вот способен был Деньяр? Вы понимали его потолок? Своего потолка он не достиг, мне кажется У вас на протяжении всей жизни идет опыт работы с талантливой молодежью И 20 лет назад, и сейчас Вот всегда интересно задать этот вопрос Вот разница в поколениях, да? Чем они похожи, а чем одинаковы те ребята, которые там 20 лет назад были И те, что и сейчас пытаются тоже пробиться на какой-то свой уровень, к своему потолку Ну, они похожи тем, что они любят футбол Что они хотят все достичь большого успеха Но, конечно, условия все-таки изменились И они немножко другие сейчас, чем тогда То поколение, оно к футболу больше душой относились Мне так кажется, хотя я могу ошибаться Я согласна, потому что я считаю, что то поколение Может быть, и это есть некоторые ребята Но материально их меньше всего интересовало Они любили футбол, приходили с тренировок и опять гоняли футбол во дворах И с друзьями, хотя это было иногда и запрещено профессионалам Ну, это не говорит о том, что это плохо Условия изменились жизненные, но многое поменялось Что не должно поменяться, это работа Вот они работать должны больше Это тяжелый труд Представляете, 30-60 дней в году Надо каждый день тебе утром вставать Каждый день поддерживать хорошие физические кондиции Чтобы быть конкурентно способным Тебе каждый день нужно следить за тем Что можно покушать, что можно и нельзя выпить Куда пойти или во сколько прийти Психологическая большая нагрузка Это очень тяжелый труд Но тем не менее, мы любим этот спорт И огромное количество мальчишек к нему стремятся И мы поэтому будем продолжать нашу программу Про то, как они растут, про то, как их воспитывает мама А сейчас в очередной раз говорим огромное спасибо Юрию Павловичу Семену Юрий Павлович, всего доброго, счастливо! Это же он вам изначально пытался проявить любовь к футболу Папа ваш, да? Да Он меня водил в Лужники Он болел за Спартак Я ходила часто в Лужники На стадион Динамо На стадион Торпеда Он даже если не играл в Спартак Все равно ходил на футбол И очень любил вживую смотреть Но мне было скучно, если честно Потому что я маленькая была Правила игры, когда не понимаешь Сидит огромное серое масло Они чему-то радуются Тебе хочется домой, к своим куклам, книжкам, игрушкам Ну плюс вы еще и отличница Отличница, зубрелка, да, наверное Я не знаю, как назвать И так, значит, было до поры до времени То есть вы себе там учитесь Или, может быть, уже даже работали Ни о каком футболе не думаете Но однажды Я просто уже очень хочу перейти вот к этому романтическому блокбастеру Под названием Знакомство с Беллидиновым старшим Как это было? Вы тогда еще не работали? Работала и училась А жили с родителями? Нет, до времени у меня мама умерла Мне было два с половиной года Я жила... Папа погиб уже И мама жила с мачехой С ее дочерью и с одним братом И с ее мамой Понятно Родителей не было уже И как, откуда в вашей жизни появился будущий муж Будущий отец-чемпиона Вот как раз Это я мать свою назвала мамой Потому что это замечательный, добрый человек Вот Ее подруга Ну, сын Юрий был Он играл вместе с Нат Саяровичем В школе «Союз футбольный» И они разговорились Почему Нат Саярович доиспор не женат И мужа была 25 И он говорит Да вот некогда искать девушку Ну, и у Татара еще принято знакомить И она говорит У меня есть очень хорошие знакомые девочки Поехали И они прям стартовали А я даже и не знала об этом Открываю дверь И стою в дверях Тогда, помните, лампочки в подъездах выкручивали А я стою на свету А он остается в темноте И он меня увидел Я его нет, естественно И говорит Аль, когда ты открыли дверь И улыбнулась Я, говорит, понял, что я готов Как события развивались дальше? Он позвонил мне на следующий день И говорит Это Ренат И я быстро перебираюсь голове Какой Ренат? Потому что Ренатов-то много А он не у меня Не у меня Смотри, вообще И он говорит Который был у вас вчера Вот И где вы встречаете Новый год? Я говорю У меня четыре варианта Я не выбрала Он говорит А мне негде И я говорю Ну, приезжай к нам Так даже если тебе негде И мы встречали Всей семью И Новый год И он с нами был И, конечно, всячески Пытался меня обаять Насмешить Ну, то есть он уже получается В принципе Я себе уже все решил К тому моменту Нет Был такой момент Еще сейчас вспомнила я Он принес типус конвордов И проверял мой интеллект И он мне об этом не говорил Он якобы развлекался На самом деле Он говорит Я проверял Насколько ты Глубокий всесторонний человек И как? Вы как? И он окончает Я молодец Мы же с отличницей разговариваем И он, конечно, говорит Я уже в этот вечер понял Что я сделаю эти предложения Мы расстались Он уехал на сборы И мне стало так пусто на сердце Как будто уехал мой папа, мама Что-то родное, знаете И мне было ужасно грустно А гуляли-то вы целых Сколько дней? Десять Десять? Целых десять Одиннадцатого Он уже летел на сборы Января В Хосту И уже пятнадцатого Он позвонил мне С Хосту И сделал предложение И на это такая фраза была смешная Выходи за меня замуж Ты ведь не против Ничего не имеешь против меня Как бы предвосхищая Ваше ответ Мол, не дай бог Ты найдешь какие-нибудь аргументы против А я говорю Вот прохожий идет А что же против него? Ничего не имеет Ну не значит, что я за него пойду замуж А он говорит Ну я же не прохожа Я говорю, конечно, я согласна Ну и когда он приехал со сборов Он уже сделал официальное предложение С цветами, с шампанским Просил руки и сердце у моей мачехи Мамы А когда дети у вас появились? Сразу У нас в 84-м Марат появился Тот же, кстати, играл в футбол Закончил по травме И в 85-м Деньяр Они у нас все февральские И в 93-м году через 8 минут Появился Даниль Тоже февральский И стало в семье Белли Диновых Три сына Как в сказке И один из них вырос Очень крутым футболистом С очень интересной спортивной судьбой Об этом подробнее Через пару-тройку минут Сейчас ненадолго прервемся Как воспитать чемпиона Мама знает все И расскажет на Авторадио Деньяр Ибилили Динов Уникальный российский футболист Который в самом начале карьеры В первый же год игры В основном в составе Московского локомотива Стал чемпионом страны И лучшим молодым игроком Национального первенства Дальше были новые победы А также трудные решения Конфликты с наставниками Жесткие травмы Переезд в другую страну И многие другие переживания О большинстве из которых Мы можем только догадываться А мама знает все И мы этим пользуемся В нашей одноименной программе Проект создан по инициативе Российского футбольного союза При поддержке Газпромбанка А в студии у нас Аделия Абдуллахатовна Билли Лединова Мы продолжаем Аделия Абдуллахатовна Вы мама троих сыновей Помимо Деньяры Есть старший сын Марат И младший Даниль Давайте сразу про третьего расскажем Что он единственный Кто в семье увельнул от футбола Я так понимаю Да Как-то смог он проскочить Чем он занимается Ну, начнем с того Что он пытался пойти в футбол Скола Чертанова Ну, не заинтересовал его футбол И как-то я спросила Почему это произошло Он сказал Что я не люблю футбол Потому что я не вижу Из-за него Папу и своих братьев А теперь давайте выкладывайте нам Про вашу секретную операцию По внедрению в футбол Марата и Деньяра Вы же ведь все скрыли от мужа Изначально Во-первых, я не знала Примутых или нет Просто раньше принимали Детей в семь лет И постарше Да А вы повели раньше Я повела раньше Деньяра было 5,10 Марату 6,10 Я привела в школу Чертановскую Через две дороги пройти всего Мы жили в Северном Чертаново тогда Но привела не просто к тренеру Малыгину Михаилу Викторовичу А просто моя сестра Училась с ним в институте На одном курсе И она спросила Можно ли привезти показать Привела, показала И он говорит, остаются Ну, а потом стали они Но вы были просто какие-то Белелединовы Даже не сказала я ему Кто мы Мы просто назвали фамилию Но мне сказали, кто папа Ну, и где-то через два месяца Приходит наш папа посмотреть Это ноябрь был А в конце декабря Рина Царевич решил посмотреть Что там происходит Пришел, посмотрел И приятно удивился Они уже были лидерами Этой команды Через два месяца? Да А вот в какой момент Вы поняли, что все На Деньяр попал Большой спорт Большой футбол Знаете, игра была в Питере Хотя там юношеская сборная Восемьдесят пятого года Выступила не очень удачно Но ему дали торт Как лучшему игроку турнира И я поняла, что он очень старался И я поняла, что у него есть шансы И большие шансы Ну, и потом, когда уже Он стал все-таки Под присмотром Рина Царевича Рина Царевич тогда уже был И тренировал в локомотиве Вот давайте как раз Действительно об этом подробнее Что Рина Царевич Белелединов Советский-российский футболист Мастер спорта СССР Заслуженный тренер России Вот когда он стал наставником Диньяра Он, наверное, с детства Ну, это понятно, как папа А официально Наставником это в дубле Локомотива Папа был строгим тренером? Он и сейчас строгий тренер И при этом великолепный отец Муж и дед Самый добрый человек Вне футбола это другой человек Абсолютно Все равно должен же быть Какой-то такой момент Там дисциплина и все такое За всю жизнь им доставалось Ремнем два раза Этим баловникам А кто самый шебутной отец все-таки был? Диньяр Диньяр, да А кто балкон дома поджигал? Оба Марат и Диньяр Мы уехали по очень важным делам Причем за неделю Прочитали им целую лекцию О пожаре Где они нашли спички Не знаю, у нас дома никто не курит Нашли вертолетики огненные Запускали на улице с балкона И все это попадало на соседней снизу И там висели детские пеленки Конечно, нам прибежали жаловаться Мы узнали Ну и папа на что сделал? Снимаем станы Портки Это, конечно, был позор Больше не сколько ремень, а сколько вот этот процесс А второй раз им попало, когда у нас запрещалось Братьям драться друг с другом И вдруг мы слышим какой-то такой тихий пыхтешь В ванной не дерутся Молча Чтобы не застукал Ну там даже было не ремнем Там был формальный, знаете, такой вот процесс Они уже большие были, ребята И, конечно, он их не сек Ну просто так погрозил Стряхнул Стряхнул немножко, да Слушайте, вот пытаясь разобраться в вашей семейной истории Вот с точки зрения переезда Смен городов, стран, команд, школ Прихожу к выводу, что вы все равно жили, так скажем, на контрастах Потому что были вполне благополучные периоды Когда в доме появлялись вещи из-за границы Какой-то дефицит, да То есть, ну, вы могли себе это, да, как бы позволить И были периоды погружения в абсолютно суровую реальность Да, самые яркие из которых, как раз, наверное, после Чехии 94-й год, когда вы вернулись в Россию Полный разброд и шатание Элементарная нехватка продуктов Это даже уже и в 90-м началось Перед Чехией тоже мы застали немножечко этот период А потом, да, нужно было добывать продукты Что особенно запомнилось вот от этого момента? Это было как раз до Чехии Мы стояли в очереди в молочный магазин Тогда с утра, наверное И мы были тысячи тридцатые какие-то Какие? На руке тысячи тридцатые Мы по очереди стояли с мужем в очереди И уже перед самым концом, когда входили в стеклянную дверь Мы привели детей, чтобы, конечно, пачка творога в руки была Ну, когда подошла наша очередь к прилавку Продавец говорит Так, пачка творога в руки А Деньяр показывает Говорит, а у меня, говорит, две руки И вы не представляете Продавец Ну, мы прослезились, честно Женщины прослезились Даже в очереди Она говорит У меня же две руки И она ему протягивается Еще одну пачку творога Я говорю, какие кормильцы Мы прошли, мы сказали, кормильцы Были времена ужасные, да Приходилось работать Даже был момент, ребята, может, уже и помнят, не помнят Я в Лужниках торговала за зимние ботинки Там бартер был Ты стоишь, продаешь ботинки И тебе там Я говорю, мне такой-то, такой-то, такой-то размер У меня три размера Мужу и двум сыновьям ботинки зимние перепали Один поход был в Польшу Шоп-тур На два дня С соседками С клетчатыми сумками? Да И клетчатая сумка весила 50 килограмм А я 52 Это были люстры Мы сдали в магазин И я очень долго ждала, когда это продавцы У меня у нас появятся дому деньги И когда я принесла дому деньги Это было счастье Удивительно, на фоне вот этого всего происходящее Вот эти люстры Добыть обувь и так далее Вы, в отличие от многих родителей Загнанных Загнанных 90-ми Это же много людей Вот просто чисто психологически Зарвались и забыли про свою семью и так далее Вы при всем при этом Действительно внимательно относились К вопросам воспитания своих мальчишек Что за случай был с бомжами? Я узнала, что они гоняли бомжей на стройке Они и сами потом это рассказали Ну, что я могла им сказать, да? Это не хорошо, это неприлично Да, я сказала пару фраз таких обычных Но потом мы с мужем посоветовались И решили собрать вещи И просто у нас в метро Чертановское У костра сидели у картонных палаток бомжи Мы просто с ними отнесли туда вещи Это было самым лучшим уроком, мне кажется, для них И потом через неделю вдруг Взять о Диньяр меня спрашивают Мама, у нас еще есть какие-то вещи? Я говорю, ну, в принципе, уже нет Но я, говорит, поспрашиваю друзей в соседей Я поспрашивала им еще пару сумок И тех самых личных Получается, это место сработало, да? Я думаю, да Когда Диньяр решил уехать из России По Англию, играть за Эвертон Он с вами тогда советовался? Вы знаете, для меня был сюрприз Я отдыхала в Хорвати И мы там были с мамой Димы Сычева Димы Сычева, да? Да, Дима Сычева, Лена Одноклубник Одноклубник, да Звонок и говорит Диньяр, как у тебя дела? Как сыграли? Мам, я говорю, в аэропорту лечу на медосмотр Я просто говорю, а в каком у тебя тут травме? Что-то случилось? Он говорит, нет Я, если все нормально, я буду Заявляюсь в Англии Я просто, знаете И радость переполняет И переживания Я разревелась Я положила трубку Я начала рыдать Я говорю, о, боже мой Потом звоню мужу Муж говорит, Аля, ну, года на два Если там точно уж будет А то вообще контракт на пять лет, наверное, будет Я говорю, боже мой Это больше, чем в армию сходить То есть я начала рыдать То есть в Англии своя виза Думаю, увидимся, не увидимся И рада, и переживания Тут все в одном флаконе было И эмоции И ожидания Конечно, я рада за него была Потому что это, наверное, мечта любого футболиста Сыграть в сильном чемпионате Вообще какой-то невероятный период был в вашей жизни Потому что за год до того Был чемпионат Европы 2008 года Принципиальнейший, легендарный, исторический В том числе и для нашей сборной Когда наши стали бронзовыми Наши стали третьими И, конечно же, Диньяр в том числе сыграл в этом огромную роль У вас же с этим тоже там связана какая-то история Что у вас там случилось? Мы были у папы Папа наш, Сергей Натальевич, был на сборах в Хосте Мы улетели чуть раньше него Я летела в самолете Наши играли с голландцами Я не знаю, кто сказал командиру корабля Что на борту Белелединова, мама Диньяра Я не знаю, кто это сказал Потому что вдруг по громкой связи Командир корабля объявляет Мама Диньяра, Белеледина, вам сообщаем пока Счет 0-0 Я... Вот И так мне постоянно сообщали Но концовки матча... То есть вместо того, где летим, да? Над чем пролетаем, какая высота полета Сообщали счет Но тогда, по-моему, вся страна Где бы ни находились Следили за этим И когда уже все догадались, что это я Ну, наши забили гол Аплодировали мне почему-то Ну, как бы в лице вот Команды Благодарили за сына, конечно И мы приехали домой И уже концовку матча застали дома Конечно, восторг, гордость Я не знаю, за сына, за страну За все, понимаете? За все эти годы За Хидинга За Хидинга За все эти годы За мужа Ну, просто за Чертанова За Москву За все У меня сын говорит Мама, старший сын Выгляни в окно Тебя просят выглянуть А выглядывает там масса людей Со светящимися палочками Под вашим балконом Да, знали, где живет Деньяра И его семья Спасибо вам за сына Из люков, машин, автомобили Вот так кружили вокруг дома Благодарили И вдруг за ногу в дверь Стоит еще больше толпа Девушек и ребят Младых девушек Самые интересные И ребят Спасибо вам за сына Спасибо за сборную Передайте им, пожалуйста, одно спасибо Ну, естественно, я передал Слушайте, а теперь хорошо, ладно Это иначе мы сейчас увлечемся Мы сейчас можем про это еще очень долго говорить Возвращайся опять-таки к Англии, да Которая случилась через год после Евро Да, вы к Деньяру ездили в Ливер-Голеш Конечно, мы летали И, конечно, мы смотрели Английский чемпионат С трибун Ездили в Лондон Челси Манчестер-Сити Так что То есть в итоге ваше сердце успокоилось И вы поняли, что хорошо Что он там И там ему хорошо И вы как-то, да, тоже Как-то были спокойны Ну, нет, все равно Он далеко Он далеко И когда ты улетала Я улетала И Ренату Саверычу летали Домой Грустенно Как бы заволакивала Потому что Понимаешь, ты расстаешься Часто ты не можешь летать Это Ну, обстоятельства И Свои дела есть И у него Как бы Он тоже отвлекается На твой приезд И поэтому лучше Пусть тренируется Играет Аделья Абдуллахатовна А вот, наверное, еще больше расстройств Вам причиняли травмы сына Их все-таки достаточно много было, да? Конечно Не только травмы Даже вот он Уронили его на футбольном поле Ты уже переживаешь Что там, что и как А ведь спросить не можешь Расстояние И Поднимается Побежал дальше Прихрамывает И тут уже начинаются волнения При жестком столкновении Любая мама, мне кажется Среагирует И не только мама, и отец Слушайте, ну Деньяр, конечно, боец Потому что даже вот Жесткие повреждения Не останавливали его даже Иногда от выхода на поле И он уже, будучи с травмой Продолжал играть Было такое Он, наверное, в вас в этом отношении Потому что я тут читала Одно интервью Рена Саяровича Где он вас назвал Стойким бойцом Он просто вспоминал Тот период Когда у вас были Серьезные проблемы С здоровьем И говорил, что если бы Деньяр тогда не вернулся Из Англии Из Эвертона А многие считают Что он вернулся Раньше, чем надо было Для его карьеры То неизвестно Как бы сложилась Ваша судьба Я думаю, что это Проведение сверху Если бы действительно Деньяр не приехал Меня бы уже здесь не было Это точно совершенно Ну что говорить У меня была онкология Она и есть С метацизмами Я такой человек терпеливый Я если болею Сразу в реанимацию И он сказал Мам, что ты плохо выглядишь Я говорю Да, сын Что ты как-то И он тут заорганизовал Прямо на балкон вышел Это был вечер День рождения Звонок Какому-то врачу Мне звонят И говорят Вы завтра с вещами Должны явиться На медосмотр Я приезжаю И меня тоже госпитализируют И через день делают операцию И начинается этап Германия, Россия Германия, Россия Меня моя семья вытаскивала Деньяр Что говорить Он нанял самолет частный Чтобы маму перевезти Потому что я не могла Я в горизонтале была На капельницах Я не могла ни есть Ни ходить, ни дышать Полостные операции И микроинсульт И он меня перевез Баден-Баден На частном самолете И оплачивала Все мое лечение Наше там пребывание Всегда А дома Другие сыновья Поддерживали Наше хозяйство Будем так говорить Дом же нельзя бросать И Деньяр Я ему По гробой жизни Буду благодарна Сын чувствует маму Тем более такую маму Он спас И он меня спас Потому что Если бы он не вернулся Я так и прохлопала Этот момент Потому что мне сказали Что оставалось Очень мало времени Практически его не было Чтобы меня потом спасти Это разговор о том Почему Деньяр вернулся Да Я должен был Это сделать Он должен был вернуться Да Он должен был вернуться Стопудово Как я говорю Это проведение сверху И Господь послал Мне его Нам всем послал Его домой Потому что Эта поддержка была Моральная Физическая Материальная Во всех отношениях И они мне Мне давали 20% шансов Уже после операции Химиотерапии А выкарабкалась я Вот я преду Мама все преодолела Мама знает все Мы должны совсем Ненадолго прерываться А впереди еще Много всего интересного Мама знает все На Авторадио Очень хорошая инициатива Созрелого Российского Футбольного Союза Создать нашу программу Эту идею поддержал Газпромбанк И вот для вас На Авторадио Самая сокровенная история Наших парней Из футбольной сборной Разных лет В студии по-прежнему Татьяна Гордеева Катрина Гайсина И мама Деньяра Белядинова Аделия Абдулахатовна Вернемся опять В детство Будущего чемпиона Деньяра пошел в школу На год раньше Чтобы попасть в один класс Вместе со своим братом И как? Справился Молодцы Они шли прям нога в ногу А вы следили за оценками? Конечно Боли какие-то моменты Когда шантажировали Шантажировала Да Если футбол мешает учебе Значит футбол исключается Это отличная мотивация Для моих сыновей По крайней мере точно Ну как папа ваш говорит Что тупые футболисты Никому не нужны Но он говорил Как тренер Гуденяр и Марат Вы должны быть умницами Ну в принципе Всем троим Я так говорила И потом Кругозор Не должен быть диаметром Футбольного мяча Он должен быть гораздо шире Вы же им Помимо того что Следили Контролировали Вы же еще и помогали Конечно Что вы им за ужином читали Как просвещали Юных футболистов? Потому что Ну вы знаете Нашу русскую литературу Например Объемы невероятные А когда им читать? Они приезжали с тренировки Уставшие по ужин Быстренько Письменно сделают А устная уже Литература Например История Это было нереально Уже прочесть Потому что И так час ночи И я естественно Они пока едят Я им читала историю Или папа Ну чаще мне приходилось Папа не было Но если он был Он мне помогал И литературу То есть преступление Наказание Там под ужин Под котлетки Анна Каренина Особенно сложно Давно с войной Мир Или Достоевский Это было сложнее всего Это было много ужинов Да и разжевывать Надо было Потому что Раньше Нас учили как Типичные образы А в их поколении Уже учили по другому Правду скажу Я им помогала С сочинением Пушкин Нужно было Два сочинения Написать На одну и ту же тему На абсолютно разных И маме пришлось Немножко покорректировать Вот честно Признаюсь Помочь Потому что Не успевали Написать сочинение Была еще и такая история Когда Они повели класс На ревизора В театр Театр Заменили литературу театром Потому что Они у меня Знали это произведение Но выяснилось Что две трети класса Не читала Не успевает К какому-то сочинению Контрольному Мои мальчишки Повели На дневной сеанс Естественно пришлось Прогулять уроки Повели класс Говорят Посмотрите спектакль Если поймете Все Меня вызвали в школу Меня ругали Потому что я должна С ними поговорить Повторялся Они отвечают За безопасность детей И я их поняла Я говорю Я дома с ними поговорю Но конечно Когда я пришла домой Я не ругала Я говорю Молодцы Нашли выход Но когда вы делаете Вот такие вещи Вы должны отвечать За каждого человека Вообще очевидно Конечно Тяга к искусству Вот это прямо Тяга к искусству К театру К литературе Думаю именно поэтому Спустя годы Среди друзей У Диньяра В частности Стали появляться Известные музыканты И иные культурные деятели Вот у нас Прямо сейчас На связи Уникальный Неповторимый Великолепный музыкант Гитарист Виртуоз Виктор Зинчук Здравствуйте Виктор Ой здравствуйте Извините Что я как всегда Взволнован Но я не могу Я когда вот Представляю эту семью Ну и все Кто ее знает Я думаю Наверное разделяет То что я чувствую Сразу так тепло На сердце становится Улыбка на лице Ну потому что Этим семейством Славным Невозможно не восхищаться То как они любят Друг друга Да Вот мы сегодня Тоже знакомимся Это правда какая-то Невероятно Вот все Начинает историю любви Это история знакомства Вообще с самой Аделью Абдуллахатованной И Ренатом Саяровичем Да Да Соответственно Сыновья Отношения внутри Семьи Просто Я просто в каком-то Прямо культурном Прекрасном Восхитительном шоке Нахожусь Вот по поводу Этой семьи Да это так Это так Я даже с папой С Ренатом Саяровичем Мы вместе Когда тренировались На локомотиве Он постоянно Там Со мной общался Он ведь был тренером И много-много лет В локомотиве И Интереснейшая беседа От него невозможно было отойти То как он Анализировал игру Как он вообще С интересом Разговаривает И Раскрывает все Комбинации Все схемы И вообще Это человек замечательный Скромнейший в жизни Воспитанный А вот на поле Я знаю Что он был просто Полузащитником Так сказать Выжигал вокруг себя Все Вот А в жизни Вот закон маятника И Таких же Воспитал Замечательных Сыновей И семейства Если бы вы знали С какой они Любовью и нежностью Говорят друг о друге И как заботится Много чего было Ну Просто тепло Становится на сердце Спасибо огромное Спасибо Виктор Зинчук Был у нас в программе Спасибо И до новых встреч в эфире Я почему-то в этом уверена Всем привет Всего доброго Мама знает все А вот вопрос С музыкальностью Самого Деньяра Остается не раскрыт Очень разнятся Его ответы В интервью разных лет На эту скользкую тему Поет он или нет То значит он говорит Что в английском Эвертоне На традиционном Рождественском ужине Когда все новички Обязаны петь Он вроде как-то соскочил В другой раз Про этот же эпизод Он вдохновенно рассказывает Что блестяще Исполнил В лесу родилась елочка Но почему-то Новые одноклубники Забросали его виноградом Адель Абдуллахат Откройте нам уже правду По этому вопросу Он действительно спел Но это была шутка А вообще поет он? Мне кажется Что поют все Просто кто-то поет Лучше Что-то хуже Но поют все Это состояние души И кстати я заметила Что очень часто поют Те кто не умеет петь Не умеет слуха А правда что в юности Деньяра пытался Подражать западным звездам И старался одеваться ярко Так нестандартно Пижонил Он не то что пижонил Он модник У него есть вкус Мне кажется Если он наденет что-то Ему все идет Да даже у меня такая шутка была Хоть ведро на голову наденем Вот ему идет Он один раз в журнале Снялся Титульный лист Шапка была на голове Просто я бы Просто не смогла бы Такое одеть Или кому-то Представить кого-то другого А ему чертовски подошло Думаю Боже мой Неужели у меня сын Такой красавчик Все идет Все идет И правда у него Он любит в каждой вещи Какой-то креативчик Знаете Такую вот изюминку И поэтому Это с детства шло И я помню Что даже Вот совсем малышом Он был Мама Зачем ты мне одеваешь Эти носочки Они мне сюда не подходят А тогда просто Не было такой возможности Всегда подбирать Да Ну я старалась По цвету Там по стилю Им подбирать И это все формируется Тоже с детства Этому тоже нужно Обязательно уделять внимание Вот урасти детей Это вот прям С молоком Мама Должно приходить Мне кажется Дениару это удалось А вы к нему обращаетесь За советом Что надеть Теперь да Я теперь ко всем Своим сыновьям И к их женам Обращаюсь И видимо Из таких эстетических Побуждений Будучи еще юношей Дениар коллекционировал Кусочки футбольных шарфов Коман Которых не любил Это правда? Были Под матрасом Нашли такие кусочки По легенде Эту неприятельскую атрибутику Он использовал В качестве тряпок Для мытья пола Было? Ну так что Прям явно Не видела Ну Видимо было В каких бытовых вопросах Он особенно силен Вот исключая Интерьерные решения А вот что Поконкретнее Такое Я думаю Во всех Он Мне кажется Он В семье Главный И это правда И Маша Я знаю Что очень считается Своим мнением Как Дениар Знает все Это для меня Высший балл оценки Когда супруга Она советуется с ним Он вам во всем Практически Старается разбираться Потому что он ответственный Отец Глава семьи Как и Ренат Саярович Такой уже и старший сын Марата Да нет Просто не женат Я не знаю Думаю Что так же будет Но Марата Дениар Сейчас мы о Дениаре говорим Ответственный Конечно Он свою порцию ошибок Получает Но Я думаю Что он стремится Исправлять их И горжусь этим А вот еще Если возвращаться К вопросу Про коллекции Я знаю Что вы раньше Вырезали Новости Про вашего супруга А потом Коллекционировали Новости Про вашего сына Где сейчас коллекция Вообще на всю жизнь Будет жить Дома Пожелтевшие газеты Вот мы кстати Недавно Только перебирали это все И часть уже передали Дениару Еще папа наш подготовил Елена Царевич Еще одну сумочку Я думаю Дениар не расстроится И музыкальные диски И газеты И диски с игрой Дениара В нашем чемпионате На Евро И в Англии У нас все это есть Локомотивы У нас все это есть Забитые голы И его награды Все это хранилось У нас был уголок славы даже Уголком-то не назвать В доме Но когда мы все разъехались По своим квартирам Я им отдала их заслуги Чтобы они могли Это своим детям показать Но часть Присутствует у нас дома И это как бы важная часть И фотографий очень много Просто очень много И мы храним это И дорожим этим И гордимся И уже стали внукам показывать И внучкам Поэтому Это тоже воспитательный эффект В интернет не всегда залезешь Да, флешку не всегда ставишь И диск А альбом Это что-то другое Это тепло Это воочию Это ребенок держит Внуки держат в руках альбом И листают И я каждый эпизод Разъясняю Почему эта фотография Оказалась в альбоме Это важная деталь Семейной жизни Мама бережет Помнит и знает все Мы продолжим Через несколько минут Впереди у нас Очень интересный гость Мама знает все На Авторадио Это проект Российского футбольного союза При поддержке Газпромбанка В студии Авторадио С нами удивительная Открытая Любящая Любимая мама Аделия Белелединова Что-то мы все без гостей Да без гостей Пора, я думаю, приглашать Итак Знаменитый футболист Чемпион Мужчина Сын Деньяр Белелединов Появляется в нашей компании Деньяр Добрый день Добрый день Спасибо огромное Что вы здесь все Это, конечно, нам Чрезвычайно приятно Почетно Понимаем, что нужно было И найти время И уделить этому вниманию Поэтому еще раз Благодарим, конечно же Все наши программы Вашу семью А вы сейчас официально Завершили карьеру? Ну, наверное В какую-то, ну Если большой этот Спорт брать Ну, да Я просто не считаю Что надо об этом Фанфары бить Ну, просто это, знаешь Какая-то такая традиция Да, заведена Что игрок официально Заявил о своем Да, его провожают Семьми футболом обычно Официально заявляю Я официально не завершил Молодец А вот, оглядываясь Назад Что вспоминаете Чаще всего? Ну, оглядываться назад Надо С ностальгическими Ну, настроениями У меня такого как бы нет Пока Я каждый шаг помню Свою каждую Неудачу там Или вздеты какие-то Все помню Все это мой багаж Но я его анализирую С холодной головой Скажем так Понимаю, что футбол Это Скоротечная очень Карьера И Единицам Удается там Доиграть до 37 До 38 Я уже не говорю Там уникальные Там под 40 Уже ветераны совсем Когда их появление На поле Вызывает Удивление какое-то Да, да Ну вот я смотрю Жирков бегает еще Вот дает Молодец Тут важный вопрос Понимать Наигрался человек Или не наигрался Я для себя понял Что я в принципе Наигрался То есть я сыт Именно таким Накалом Уже я все пережил И сейчас я играю Просто для удовольствия Ничего над тобой не давлеет Удовольствия И чего уже никому не доказываете Да не, ну самому себе Обидно, конечно Мы тут одну игру какую-то проиграли И ехал домой Злой вообще Думаю Блин А что я завожусь-то Ну Вроде как ничего-то Такого серьезного не случилось Все равно Изнутри идет поджигание Там даже на любительском уровне А у вас два сына, да Семь лет И почти девять Они занимаются спортом? Да Они оба сейчас В Академии ЦСКА Ну как Это первые шаги Такие Футболисты будущие Да, футболисты Ну я не уверен Что я должен тут рассказывать Что 100% из них Получится Футболистов там Невысокого там Или какого-то уровня Вообще Что они до 18 лет Будут этим интересоваться То есть вы ставку Но это не делаете Это нормально же Нет Я абсолютно не идеализирую Что они должны Именно вот в этом направлении Двигаться И изначально вообще Не было такой задачи Чтобы они вот Футбол, футбол Это просто старший дозрел Фанат футбола Он всех знает Команды знает Игроки где-то Я говорю А кто это? Он говорит Да это же Судармин Я говорю Да Я не узнал А он все знает Он этим живет Он футбольные там Матчи пересматривает И соответственно Младший подтянулся В эту тему И вот они Пока вирус А у них же тоже разница Да? Совсем получается Как у вас Полтора года Чуть больше Да Деньера Знаете Хотели спросить Мама рассказывала Сегодня этот эпизод Что когда вас отдавала С Маратом Футбольную школу Сначала Вообще не афишировала Тот момент Что вот эти Те самые А вы когда своих отдавали Какая ситуация была? Тут не скроешь уже Да? Ну да Но тут Во-первых Это был просмотр На общих условиях То есть у нас там в команде Сын Аршавина был Даже сын Киркорова приезжал Известного футболиста Филиппа Киркорова То есть все на равных условиях И кто проходит отбор То вот распределяется по группам То есть было по силе группы Там одна, вторая, третья, четвертая группа И никаких поблажек И даже я себя старался вести так Что я тут как все И никаких историй нет И родители в принципе Они это воспринимают тоже нормально Потому что некоторые изначально Так косо смотрелись Ну там Типа вот сто пудово возьмут Я говорю Не факт Ну и взяли их И в итоге Там через неделю Они уже начали тренироваться По группам Ну чему я Несказанно рад Для многих Вы вот один из тех Кто после Евро Уехал в Европу Вместе с Аршавиным Погребняком Как вы считаете Это пик был вашей карьеры? Ну если брать так Уровень Вообще остальных Моих соревнований Да, наверное Это самый лучший уровень Который Предоставила мне Судьба футбольная А чему вас научила жизнь в Англии? Любить еще больше родину Скучали по дому? Да Москва Россия Все вот это Сейчас даже в карантин В Россию Пришлось посмотреть нормально И прям Восторг Восторг А мы знаем Что у вас сейчас есть Свой автомобильный бизнес Это что получается Образование выше Вам все-таки пригодилось? На котором стояла мама Думаю Семейный совет Не, ну тогда мы выбирали Между МАИ Получается Авиационным институтом Как, расскажите Вы вообще выбирали С братом Специальность? А мы просто пошли В каком? В 11 классе? Да, на подготовительные курсы В МАИ Хотели в МАИ поступать Авиационные На Соколе И там Вечерами По 3-4 часа Вот эти курсы Мы там Конечно поняли Что мы Школьной программой Не обойдемся никак Поэтому эти курсы Надо было закончить Мы их закончили И потом Были олимпиады Такие Я сейчас не знаю Есть они Мы сдали русский язык Получился сертификат Который хватает Там во все вузы Москвы Да Вот И стал Выбор Сокола Все-таки Час 15 Час 20 А институт Который тоже Интересен МГУ Тогда он назывался Индустриальный Он соответственно Ну 50 минут Победил Индустриальный Ну еще одна поправочка Их баллов Моих хватало На ракетные двигатели А Рина Царевич сказал Какие ракетные двигатели Футболисты Мы что будете играть Вокруг Москвы Московскую область А выезды за границу Не предусмотрены Вот это тоже было Один из фактов Закрытая специальность Да И решили Что МГУ Да Наиболее Да Тем более автомобильная Тема интересная И муж у меня сказал Рина Царевич Какую фразу Мужчина настоящий Должен любить Что в женщин Автомобиль И футбол Футбол Вопрос был решен С женщинами В принципе Я думаю Проблем не было Оставалось только Заняться автомобилями Вплотную И профессионально Да Ну там Специфика немножко другая Чем сейчас у меня есть Там было автомобиль То есть мы там Отливали детали Там на цех ходили Что-то там крутили Да Вот А потом Так получилось Что надо было Переориентироваться На другой факультет Перейти И мы перешли Со сварочного Дела На факультет Автомобилей Трактора строения То есть поменяли Немножко направленность Вот Ну закончив вуз Соответственно Ну более-менее Уже надо было Развивать Что-то в голове И вот у меня Друг близкий У нас получилось так Ну наладить Определенную работу В этом направлении Появилась сначала Маленькая точка На карте Скажем так Сейчас у нас Уже функционирует Автомобильный Дилерский центр Уже Ну это больше продажа Это не производство Могу одно сказать Когда учились на первом курсе И втором Даже кровь в подушку Из носа шла От переутомления Они чертили Сами кстати Перепродавали Чертежи По этому другому курсу За 100 рублей Очень правильно Это подработка была Чертежи И шпаргалки Они молодцы Просто в этом плане Диньяр А вот звание рыцаря Вас не смущало? Потому что известно Что когда вы играли В Литве Вас прям по-настоящему Посвятили в рыцаре Расскажите Как это было? Да Ну это было В древнем замке И раздали Естественно Рыцарские ордена А колено преклонение Какое-то вот это было? Нет Там надо было стоять И значит У нас президент клуба Выучил какую-то там На древне Литовском Мантру Я не знаю Как это И значит Он меч прикладывал К плечу И в это время Произносил эти слова И вам наверное Хотелось смеяться Я чуть не зажал Из последних сил Сдержался Хотя видел Что у нас там Два украинца В команде были Они стояли На полном серии Все Сдавали Да Сдавали Они уже там смеялись Потому что они знали Что они следующие пойдут Там посвящение было А когда кто-то рядом смеется А тебе нельзя Смешнее в два раза Да И просто не расколоться У меня даже уже Глаз начал дергаться Я думаю Сейчас заржу А это вот Секунд 30 занимало Потому что Какая-то там Длинная речь Пафосная такая Вот И все Вот так мы стали рыцарями Аделия Абдуллахаттвна А ведь на самом деле Он и правда По жизни рыцарь Конечно рыцарь Он только до конца Не понимает Этого самого Из-за скромности своей Но рыцарь Заботливый Отважный Я считаю смелый Отец говорил в интервью Ни подлый Ни конфликтный Без камня за пазухой В драках Замечен не был Был В школе Забыли Диньяр Беллидинов Это была программа Мама знает все И конечно же Главная наша героиня Аделия Абдуллахатовна Беллидинова В студии были Татьяна Гордеева Катрина Гайсина Выражаем огромную Благодарность всей семье Беллидином За то что посвятили Действительно нам Столько времени Эмоций Друзья Этот и все вышедшие Выпуски программы Мама знает все Вы можете послушать На сайте Авторадио А также на всех Подкаст-платформах Apple подкаст Google подкаст Яндекс Вконтакте Кастбокс Всем до новых встреч В эфире Самые близкие И важные В жизни люди Мамы Помогают Нашим знаменитым Футболистам Вернуться В детство Мама Знает все Субтитры создавал DimaTorzok